всем добрый добрый вечер хочу сделать обзор своего парфюма подписчица попросила показать чем я пользуюсь я собрала все в кучу и свое и мамина хочу вам показать и рассказать сейчас я разделю где мое где мамина и буду рассказывать начнем давайте с маминой вот этот вот шанель ей подарила таня вот это ее самые любимые духи я уже на протяжении на 5 лет ей покупаю и и большие объемы ну и 100 миллилитров и 50 вот это вот б париж когда нам пришла посылочка мы с ней разделили по одному и вот это вот про который я говорила фаберликовские духи которые рената колпачок тоже она где-то потеряла вот это ее коллекция а вот это вот моя тоже вот мои де париж любимые вот эти вот я привезла с китая последний раз тоже сладковатый такой хороший запах это наркотик это не знаю как называются они тоже у меня это настоящие вот эти вот духи у меня настоящие я их привезла стосно тоже покупала что-то их дороговато по тому времени и вот это вот обычный сумочку которые это я привезла их тоже из китая вот и все вся наша коллекция так что ребят вот такая вот коллекция у нас я так смеялась когда она меня попросила сделать обзор мне что-то сразу в голову стукнуло что у меня всего два аромата здесь видите прям на магните вот это вот не знаю как правильно называются они но мне очень нравится их аромат видите сколько их осталось то я там почти три года ими пользовалась и здесь уже почти три года живу представляете им уже шесть лет ну и аромат конечно супер стойкий прям отличается от всех это даже говорить нечего вот эти вот называются наркотик я купила здесь на разлив два года назад я их покупала цена была 10 тысяч у них как сейчас помню как сейчас помню ну вот эти вот которые я привезла это тоже нежно-сладкий какой-то прям нежно-нежно цветочный такой аромат приятный очень 5000 до париж не помню я но это прям такой богатый тяжелый аромат ну тоже иногда хочется что-то такого вообще-то я люблю такое более легкое невесомое цветочное но почему-то вот этот мне тоже зашел аромат я его заказала что ты меня падаешь как будто колбачок не отсюда это просто сумочки иногда надо носить тоже такой приятный ароматик нравится мне вот и все вот и все а вот это вот тоже у мамы уже сколько лет таня ей дарила тоже настоящие таня всегда у нас пользуется шанель и у нее всегда вот такие вот настоящие на другие не берет вот маме подарила одни а я хочу вам еще показать вот эти вот с де парижа не на рича называется для мамы я взяла тоже хороший аромат они у нее еще новенькие видать хочет кому-нибудь задарить раз не начинает не знаю а вот это вот как же они правильно называются не хочу это смеяться будете забыла фирму тоже эйван эйван вот хорошо что здесь написано вспомнила я вот это вот мамин любимый аромат этого она уже я сказала пять лет нет больше я еще парикмахерской работала я уже ей начала его покупать и она им пользуется то большой куплю то маленький ну молодежном она чаще пользовалась сейчас ей здесь уже но она редко выходит поэтому вот у него не застряли а вот этот вот рената зеленая это бывает красная более она такая знали то мне кажется гвоздика что ли добавлена более резкая такая это зеленая нормальная стойкость у них для и для цены которую за нее просят очень даже ничего это много есть вот таких маленьких ароматов я буду заказать я вам буду по ходу показывать какие можно брать а какие нет я первый раз когда не знала тоже по на заказывала боже мой ничего не держится шикнишься до двери дойдешь уже нету а потом мне объяснили что некоторые ароматы ну можно брать держится а некоторые не очень так что вот так сама я тоже больше года пользовалась поберли больше года вот как раз пока я работала как раз заказывала у меня здесь активная активные заказы шли я все время себе заказывала я поглядывала на газ у меня там яйца варятся это постоянно заказывала и пользовалась пудровый такой аромат мне вам очень нравится очень нравится я жарю там крылышки отвариваю яйца девочки и мальчики я хочу вас познакомить с одним каналом я где-то год назад познакомилась с одной женщиной она живет в карелии нормальная обычная простая семья у нее двое деток муж и сама татьяна у них тоже свой канал есть я хотела бы познакомить вас с ним поближе я сейчас ставлю небольшую вставочку с ее канала загляните посмотрите может кому-то понравится останетесь подпишите будете также наблюдать за ним она неплохо ведет я бы сказала они очень любят животных а люди которые любят животных меня не могут оставить равнодушными вот честное слово если только я узнаю что вот они едут помогают по приютам у них дома у самих живут крыски и по-моему кто-то еще и собака у них есть да вроде я не ошибаюсь и собачка очень любят животных они нормальная семья показывают отдых готовку ну как и все как и все как и все мы простые смертные так что я вам сейчас ставлю вставочку ссылочку оставлю под роликом кому интересно заходите подписывайтесь татьяна вам привет надеюсь у вас все получится желаю вам творческих успехов и быстрого развития вашего канала ссылочка будет внизу ролик сейчас вставлю после этого покажу вам в какие крылышки я пожарила всем здравствуйте хочу представить наш канал семейство фокусе меня зовут татьяна если кому-то интересны форматы семейных видео я приглашаю вас в гости в холодную карель обычная жизнь семьи нас четыре человека наши горести радости ремонты готовка уборка путешествия мы также ездим в местный приют и помогаем собачкам привозим им вкусняшки сейчас у нас погода не очень позволяет но обязательно в будущем мы еще и еще посетим это место еще много много всего интересного подписывайтесь на наш канал буду рада знакомству с вами и и отдельное огромное спасибо ирине за предоставленную возможность большое человеческое спасибо хотела посильнее зажарить по моему я их передержала хотела чтобы были хрустящие и зажаристые ну ничего не сгорели и то ладно съедим сейчас приостынут я их перила перекладу в тарелочку сделаю салатик редиску мама сегодня взяла огурчики у нас есть и будет у нас вот такой сегодня правильный пп ужин белок и клетчатка еще тормозок докену сейчас буду делать собирать его на работу в общем такие делишки мама выпила лекарство легла лежит я сказала не вставай лежи пока не отлежишься а то он сейчас ну не дай бог какое-нибудь осложнение хуже только будет лежи не вставай не знаю встанет кушать или нет сейчас все приготовлю пойду позову зашла мурку проведать что такое что такое уже все завтра надо что-то думать хотят а уже хотят бегать выходить уже все коробка им мало надо будет завтра что-то что-то придумывать да мои красавчики да мои красотулечки мне нравится этот маленький он такой важный он хочет быть похож на них мне кажется типа он тоже не отстает возрасте от них да мальчишка видите как они уже хотят вылазить хотят вылазить вот он вот он малявочка она его любит тоже ты куда моисей без жены без детей ну-ка вернись ну-ка вернись завтра мы что-нибудь придумаем вам завтра сегодня уже все сегодня уже вечер спать пора сейчас все равно спать будете ой если они начнут еще по всему туалету носиться здесь и так сейчас в туалет лишний раз ни окно не откроешь ни дверь не откроешь потому что чтоб сюда никто не заходил а начнут котята носиться это вообще от ас будет видите видите какой самостоятельный малышок а мне так нравится самостоятельный завалился 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 она сразу беспокоится хорошая мамашка она хорошая серика так и нету вся душа уже изболелась я без конца выхожу кис-кис-кис-кис серик серик пока нету но очень надеюсь на то что он вернется видите этот уже прям хочет прям хочет выбегать все давайте пока пока видите я выпустила и наблюдаю что же они будут делать он водичку попробовал может их уже надо подкармливать блин а что же мы сегодня были в магазине и желешки никакие не купили вот они вот они двоих выпустила ну так на пять минут посмотреть просто что они будут делать завтра завтра я что-нибудь им придумаю уже и подкорм надо с подкормкой думать что-то и с коробкой все давайте опа опа вот так все и кошка мама на место давай мука прыгать давай мура давай давай видишь детки детки тебя зовут вот так черный все таки хочет гулять угомонись уже ночь спать пора спать уже пора все ухожу я от вас пока пока доброе утро у нас уже следующий день мы садимся завтракать всем привет сегодня суббот у нас дел полно решили быстренько позавтракать и и стирка и уборка у меня тушенка сегодня по пламу вот так что дел у нас очень много на улице дубак никак не проходит я огурцы вчера занесла домой они у меня уже все проклюнулись ну уже подвались листочка все занесла домой а остальное все стоит нормально а я всю ночь пила лекарства так и болею надо же вот не было так простыть и горло болит и нос и горло вон леденцы есть я лечусь там брызгалка же у нас есть а и брызгалка есть всю ночь эти порошки пила я просто думала может ты забыла про леденцы ну встала думаю не буду лежать не буду расхаживаться а то сейчас залежишься такие вот дела сейчас позавтракаем и вперед стирку уже поставили одну расскажи про мед понравился нет да вчера вот этот мед купили горчичный в островке очень вкусный вот между прочим там да хорошие он прям свежий он это жидкий еще мы уже неоднократно у них берем еще жидкий туда-сюда не сахарится и такой прям аромат аромат раньше мы как-то боялись да брать мед а вот в белорусском брали нам понравился а здесь то мы вообще очень часто берем да в островке мы часто берем но мы как-то верблюжу колючку брали да да а этот раз решили гречичный гречичный попробовать очень тоже хороший мед я рано утром встала пила вот горло прям у меня это болит встала попила с медом на завтрак у нас будут вчерашние крылышки я сварила свежие яйца еще горячие ну здесь овощи и маме нарезала сальтосом Анфиса не наглей а завтрак у нас шикарный Маруся Серик у нас так и не явился я сейчас все утро ходила кис-кис-калоне а нету да сегодня уже шестой день я поставлю все-таки камеры я выслежу кто это делает как ты выслежишь если они в своем огороде это делают как ты выслежишь они что у тебя под калиткой будут делать не знаю если он ушел в чужой двор там его и приговорили поэтому я вам сразу сказала нельзя они когда вот вольер вы сделали мы будем по одному их выпускать чтобы им не было скучно вот весело так они привыкнут и будут знать что вольер и вольер зато все целые а так растишь растишь его любишь любишь а потом раз и все очень хороший кот я по Ваське до сих пор не то что скучаю я тоскую котенка вот с мизинца вырастили и какая то не будем говорить это слово решает серик тоже очень хороший кот был уже так привык к нам домой стал заходить мы будем надеяться что придет мне кажется зимой несколько дней не было его ну не так может опять закрыли где-то да сейчас везде мыши весной может быть их закрывают ведь у нас тут раз закрыли Анфису и Марусю да пока я хайвай не подняла на всю улицу потом бах забегают вдвоем быстро такое ощущение знаете как будто кто-то открыл шугнул калитку и шугнул да и они галопом домой ведь это неспроста неспроста кто-то это делает ну понятно что огороды все ну не убивать же я не знаю да возьми за шкирку принеси и скажи еще раз в огороде увижу будем принимать меры ну не убивать же действительно мы его не специально выпустили он выскользнул я пошла подметать а он выскользнул да что он же кот некастрированный хочет гулять хотя он гулял весь март у нас свободно я уже думаю ну все ну пока не было огородов отгулялся ну да да сейчас огороды начали посадки чистят все а они же грибут с одной стороны это и понятно но я говорю ну не убивать да не убивать же понятно приди скажи примите меры поругайся со мной на крайняк ну не убивать все всем приятного аппетита не будем да а то сейчас разойдемся а то Ира уже набирает обороты смотрите какое чудо у нас случилось и мама пошла в огороды где ты его нашла сидит под дверью туда в какой-то дом просится нагулялся худой легкий и что-то он грустный какой-то грустный какой-то у тебя что били а вот не шляйся нигде тебе сколько раз говорили пойдем кушать пойдем кушать слава богу магия ты рада все это аж сдернула накидушку на диван ну она все это гребет серик молодец что вернулся мы уже доспереживались не ходи больше никуда а у него лапа смотри что с лапой то у него ну вот я и не видела слушай это не капкан случайно ну-ка давай посмотрим вот что-то у него с лапой там мне плохо видно я вообще ничего не вижу вот вот видишь да да кусок вот кусок не знаю что такое потом шерсть выдрана может правда в капкан попался здесь капканная лапка бы перебита была ну что-то было в общем вот эти бутылки я приготовила в сарайчик тоже захватишь мы собираемся делать тушенку я приготовила банки сейчас все сполосну помыла мясо оно у меня стекает мясо уже у меня порезано я купила сразу гулюшом вчера в магазине сейчас все приготовлю разложу специи и будем ставить сейчас дакен уже как раз должен прийти с работы он нам все отрегулирует все поставит в общем сегодня весь вечер будем заниматься тушеночкой вот девочки говядину разложила сколько получилось 9-10 баночек ну видишь они какие большие какие маленькие ничего страшного стилизация-то одна хоть тут раз писали что не делайте разнобойные но нету одинаковых банок все что было собрала еще же много раздается то одному угостишь банкой то другого и банки все расходятся а вообще конечно желательно лучше одинаковые баночки в общем здесь у нас говядина а здесь свинина но мы хотим в общий автоклав это все заложить будь что будет будем экспериментировать сейчас крышечки простерилизуем закатаем и будем автоклав закладывать дакен придет подтянет нам их хорошо потом будем закладывать потом сами так не затянем тем ключом да да смотрите вот что у меня получилось доложила я свининки еще принесли мы вот автоклав мама пошла там молоко кажется принесли сейчас я разложу соль крышки застерилизуем закроем и все а дакен придет дакен нам уже затянет хорошенько и настроить все вот это вот без него все равно боимся мы что принесла принесла сейчас будем кипятить или сразу в морозилку наверно сразу в морозилку там компот у него еще есть тогда надо будет бутонку двухлитровый а почему в морозилку сколько мы что будем покупать и морозить что ли всегда надо тогда надо кипятить оно скиснет если на кашу оставить на кашу на утро оставить остальное убрать кипяченое он не будет пить мы тоже не пьем кипяченое зачем оно нужно на кашу оставим сейчас остальное перельем вот я доложила уже свининку сейчас буду соль раскладывать крышки мы используем повторно новые каждый раз не берем я спрашивала тот раз тоже кто-то написал что можно вот так компот блин будет полдня кипеть вот так докен закручивает анфиса там возле него где-то сидит помогает ему сейчас он все затянет и составим уже и поставим будем будем варить этот раз у нас крышки прокручивают уже третью банку меняем попробуй рукой может не будет может уже этот там сорвал резьбу какой-то вот эти закрутили а здесь прокручивает ты рукой попробуй говорил рукой она конечно не пойдет она вода туда зайдет туда нет будет прокручивать рукой или нет рукой не будет рукой не будет значит это не в крышке делаем а если вода пройдет туда это вот ключ уже барахлит у тебя вот этот он же не для этой функции создан все нормально не пройдет сейчас две крышки я заменю а эти остальные делаю очень страшно по пять же да на круг ставим наверно встанут что разнокалиберные банки у нас но мы уже и прошлый раз так делали но нет у нас одинаковых банок что ты делаешь ух дакен большой надо было вниз нет им дольше надо вариться они одинаково будут температур давления да ну хорошо все давай тогда все да на первую эту конфорку все все сейчас воды нальем потом подождем а еще же надо найти этот термометр вот это все сейчас сюда еще добавлю сейчас лимонной кислоты две ложечки вот раз вы мне писали айсапица вы мне писали что чтобы бак вот этот не ржавел нужно добавлять лимонную кислоту вот все сейчас дакен закроет крышкой включаем ставим градусник и ждем все вот видите сколько воды мы налились давай ставь ставим крышку чтобы она вода уходила так это правильно я поставил где у нас этот а вот нет ты газ уже включил нет вот что-то мне так отсвечивает как будто уже огонь уже напугалась первое время я всегда боялась что она взлетит но сейчас уже как-то более спокойно потому что дакен сказал что там маленькое давление как в машине на колесе да меньше даже меньше даже меньше а ты подожги уже пускай греется нельзя можно в чем вот подожди здесь здесь так сейчас мне надо в книжке прочитать говядину сколько держит курицу мы тогда держали по-моему 50 минут на говядину сейчас я прочитаю достану книжку это когда уже температура будет да 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 113 по-моему уже на температуру сейчас гляну все вот он выставил градусник теперь ждем посмотрела я в книжке тоже 50 минут что свинина что курица что говядина все 50 минут какие эти опечатки остаются при температуре 113 вот теперь будем ждать как будет 113 значит добавляем газы и засекаем время я опять хочу устроить котятам подкормку намешала им яйцо с молочком вот не знаю черненький вчера так хорошо пил Мура подожди ты всегда успеешь дай пусть детки пусть детки попробуют а ты чё давай тоже давай тоже вот так Мура подожди пусть попробует малышня пусть попробует Мурак ну черненький хочет а этот смотри как деловой а этот деловой лежит ну давай тебя тоже возьмем давай давай тебя тоже возьмем тоже возьмем такого красоту на ну ему то явно еще рано ему явно еще рано хотя он видите как резво ходит Мурак он ты сейчас такая бессовестная все выпьешь мне кажется их уже надо подкармливать ух ты он свою мордочку засунул видите вот уже и девочка как бы ой 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 не надо ой 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 не надо давайте давайте хотя бы раз денег подкармливать и Мурку никуда не закроешь потому что там собаки никуда ее не уберешь она кидается как коршун и здесь тоже никаких делов подожди они много не съедят сейчас они покушают потом ты ой не слушная кошка ой не слушная вроде бы у нас вот этого черного котенка забронировали у Дакена кто-то на работе там сейчас надо кстати фотографии сделать отправить он хотел черного с галстучком но нет у него галстучком зато он сам по себе будет такой красавчик без галстука сейчас покажем может может забронируют тут девочки умнее она уже вовсю он лакает и у нее с усов а мальчики блин никак не дотумкаются давай 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 а ты не плачь а ты не плачь сейчас вернуться они все к тебе вернуться так я им ничего сегодня не переделала еще даже не знаю что придумать с тушенкой занимаюсь до обеда тоже были дела в общем пока они у меня сидят еще как пленники успеют еще набегаться все посадила их в коробку не дает она ну чуть-чуть полакали хватит на сегодня вон теперь все сидят облизываются облизываются сидят или еще тебе давай еще давай давай видите у него какой кончики беленькие как седина или как что это как сири как этот иней на деревьях давай иди на место ну все вот еще один день прошел так и научится кушать вон видите как хорошо облизывается он облизывается и серенький сидит облизывается этот юхтица юхтица мне он так нравится я не могу ставит из себя взрослого не отстает от них типа что они то и он видите видите что вытворяет вот и нянчимся куда деваться куда деваться если кому-то нужен котеночек пишите девочка какая красоточка и вот этот какой красоту я не верю что на таких котят не найдутся хозяева амурку стерилизуем и тоже будем пристраивать да мурочка скажи мне найдутся хозяева тоже вся в молоке ой на сегодня все ребят тушенку покажу завтра потому что это долгая процедура будет на сегодня все всем пока пока ждем ваши лайки и комментарии как обычно пока пока пока